Вор в законе Саша Кушнер получил срок за корону от деда Хасана. За корону полученную из рук патриарха постсоветского криминального мира деда Хасана белорусский вор в законе Саша Кушнер получил два года колонии. Как стало известно интернет-газете новины.б, 15 марта был вынесен обвинительный приговор в отношении ранее неоднократной судимого уроженца Агамеля Александра Викторовича Кушнерова, 1966 года рождения, больше известного в криминальных кругах как вор в законе под прозвищами Саша Кушнер и Саша Белорус. Криминальный авторитет обвинялся в совершении преступления по статье 422 УКРБ, уклонение от превентивного надзора. Эта статья предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до двух лет. В ходе следствия Кушнеру инкриминировалась также статья 205, кража, но в обвинительное заключение она не попала. По сведениям новины.б, полученным из неофициального источника, дело рассматривалось выездным судом железнодорожного района Агамеля в закрытом режиме на территории Минского СИЗа номер 1 на улице Володарского. Государственный обвинитель потребовал для авторитета максимального наказания по статье 422 УКРБ. Суд в итоге принял сторону прокурора и приговорил Александра Кушнерова к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима. Примечательно, что у вора в законе был шанс выйти на свободу. Во-первых, в связи со стечением срока давности, в данном случае он составлял два года. Во-вторых, Кушнеров теоретически подпадал под амнистию. Очевидно, что правосудие при вынесении вердикта учло личность обвиняемого и нашло основание оставить Кушнера за решеткой. Теперь осужденным остается уповать на возможное условно-досрочное освобождение, УДА. С учетом четырехмесячного нахождения в СИЗа претендовать на УДА он сможет с ноября текущего года. Оказывающим исправление лица. Что, следует заметить, маловероятно. Напомним, что Александр Кушнеров из своих прожитых 46 лет больше половины провел в местах лишения свободы. В лихих 90-х за двойное убийство, совершенное в составе банды, он был приговорен к смертной казни. Однако расстрел был заменен на 15-летний срок. После освобождения Кушнер находился под надзором милиции, но в декабре 2010 года самовольно покинул Беларусь, за что был объявлен в межгосударственный розыск. Как позже выяснилось, он уехал в Москву и присоединился к клану одного из самых влиятельных криминальных авторитетов Аслана Усаяна по прозвищу Дед Хасан. В мае 2011 года Дед Хасан короновал пять новых воров в законе, в числе которых был Александр Кушнеров, его Дед Хасан назначил смотрящим за Беларусью. Однако на свободе в новом статусе Саша Беларусь пробыл меньше недели. 18 мая его задержали оперативники в Раменском районе Подмосковья. У него было обнаружено и изъято 3,24 грамма героина. Новоиспеченному воров в законе светил срок от трех до десяти лет, однако суд приговорил его всего к пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима. Наказание белорусский воров в законе отбывал в Сиза города Кирова и освободился в декабре 2011 года. В феврале 2012 года белорусский авторитет, находившийся в межгосударственном розыске, снова был задержан российскими полицейскими, но уже за нарушение режима пребывания иностранных граждан на территории Российской Федерации. Его обязали добровольно покинуть Россию, но он проигнорировал судебное решение. 6 ноября 2012 года полицейские задержали Кушнерова в Москве возле метро Белорусской и в тот же день депортировали на родину. Как сообщила пресс-служба главного управления МВД России по Центральному федеральному округу, находясь в Москве нелегально, криминальный авторитет был предельно острожен, предпринимал и использовал всевозможные меры конспирации. По данным российской полиции, в Москве Саша Белорус контролировал деятельность организованных преступных групп, участники которых занимаются совершением квартирных краж, разбоев, грабежей, а также совершением иных тяжких и особо тяжких насильственных преступлений. По разным оценкам, возглавляемое Кушнером в Беларуси криминальное сообщество состоит примерно из 20 бригад. По сведениям новины.Б, вор в законе равнодушен к наркотикам, не курит и не употребляет спиртного. В прошлом он кандидат в мастера спорта по рукопашному бою. От первого брака у него трое детей, которые живут с матерью в Гамеле. Вторая жена Кушнера, москвичка. По словам людей, которые лично знают авторитета, он принадлежит к той категории представителей воровского движения, которые знают, что они умрут ни от старости и ни в своей постели.